Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Западная Армения под властью снега. Интервью с Андроником Папуяном, добровольцем Арцахской войны. Ходотайство около 150 ученых мира о сохранении культурного наследия Арцаха Папскому престолу. Лидеры ЕС продлевают санкции против Турции. Армия США на Ближнем Востоке приведена в максимальную боевую готовность. МИД Греции. Все больше и больше стран постепенно сталкиваются с турецкой агрессией. 11 декабря 1946 года Генассамблея ООН впервые признала геноцид международным преступлением. Большая часть Западной Армении с первых дней декабря находится под властью снега. В некоторых регионах метель и туман, десятки сельских дорог закрыты из-за снегопада. В частности, в провинциях Карин, Харберт и Ван наблюдается отрицательная температура. В одном из округов Вана, где прошлой зимой произошла катастрофическая лавина, снова существует опасность схода лавины. Призываем граждан быть более бдительными на дорогах. В эфире телевидения Западной Армении мы поговорили с Андроником Папуяном, добровольцем последней Арцахской войны. Господин Папуян рассказал, что на самом деле происходило на фронте во время войны. Поговорили о поддержке с тыла, о полученных письмах, о командовании и организации. В ходе беседы он рассказал о подбегах 18-20-летних солдат и поделился планами на будущее также. В Государственный секретариат Святого Престола представлено прошение, подписанное около 150 учеными из разных стран мира о сохранении культурного наследия Арцаха. Об этом новости Армении news.em сообщили в пресс-службе Музея Института древних рукописей Матана Даран. Ученые представили факты о том, как армянские художественные архитектурные наследия на территориях, контролируемых Азербайджаном, систематически уничтожались. Ученые выразили надежду, что при посредничестве Папы Римского удастся объединить соответствующие международные организации для спасения наследия веры на территории исторической Армении. Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение расширить санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении участников саммита ЕС, который проходит в Брюсселе, передает ТАСС. ЕС остается приверженным защите интересов Союза и стран-членов, а также поддерживанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море, отмечается в нем. В документе подчеркивается, что Турция, к сожалению, продолжает свои односторонние и провокационные действия, а также усилила риторику против ЕС, стран-членов ЕС и европейских лидеров. Армия США на Ближнем Востоке приведена в режим повышенной боевой готовности из-за возможной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на неназванного военного чиновника. По его словам, Пентагон видит вызывающее беспокойство признаки такой подготовки и предпринимает шаги по созданию сильной оборонительной позиции. Как заявил в четверг министр иностранных дел Греции Никас Дендиас, все больше и больше стран постепенно сталкиваются с полной степенью агрессии Турции. Выступая на мероприятии, организованном молодежным крылом консервативной партии, Дендиас отметил, что Соединенные Штаты и Франция начали рассматривать Турцию как проблему для Альянса НАТО, а не как бонус. Другие страны до сих пор не осознали всех масштабов проблемы. В результате они запоздало реагируют на провокации и агрессивность Турции, сказал он. Однако, по его словам, все больше и больше стран теперь понимают вещи так, как и мы. Везде, где есть Турция, есть обязательно проблема. Несмотря ни на что, стабильность понимания международного права – это Греция, отмечает Дендиас. После Нюранбергского процесса адвокат Рафаэль Лемкин сосредоточил свои усилия на разработке международного документа, осуждающего ген-ассамблеи ООН геноцид. В октябре 1946 года Индия, Куба и Панама попросили включить вопрос геноцидов в повестку дня для первого заседания Ген-ассамблеи ООН. Они призвали осудить преступление геноцида. 11 декабря 1946 года Ген-ассамблея ООН приняла резолюцию 95.1, в которой установлены принципы международного права, которые были закреплены в уставе Международного суда в Нюрнберге. Ген-ассамблеей также одобрена резолюция 96.1. Согласно резолюции, Генеральная ассамблея подтвердила, что геноцид является международно-правовым преступлением. Генеральный секретарь ООН Трикве Ли попросил Лемкина разработать конвенцию о геноциде. Проект был разработан в апреле-мая 1947 года Лемкиным Веспасианом Пелло Донадье Дэвабри. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ованес Макарчан, Сосна Цареш. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!